Перед поездкой Трампа в Европу, в ходе которой он встретится с глазу на глаз с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, президента США спросили, Путин друг или враг? Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. В моем представлении конкурент. Президент фактически повторил формулировку, которую использовал на прошлой неделе в России республиканский сенатор Ричард Шелби. По его словам, приехавшие в Москву законодатели поднимали во время встреч самые разные спорные вопросы. Мы также сказали им, что хотя в наших отношениях есть напряженность, до мира было бы лучше, если бы мы всегда были конкурентами, а не противниками. Но посмотрим, что будет дальше. Другие сенаторы-республиканцы заявили, что подняли вопрос о российском вмешательстве на президентских выборах в США в 2016 году. Мы обратились к русским с таким посланием. Мы считаем, что вы вмешиваетесь в наши выборы. Поэтому не делайте этого в 2018 и 2020 годах. Если вы хотите улучшения наших отношений, вам нужно продемонстрировать, что наши выборы для вас неприкосновенны. Однако некоторые аналитики говорят, что республиканцы все активнее поддерживают президента и, по некоторым признакам, готовы проводить более пророссийскую политику, меняя позицию, которой они придерживались в течение десятилетий. В результате, возможно, меняется единая двухпартийная позиция, которую до настоящего времени занимал Конгресс, состоявшая в том, что мы должны проводить жесткую линию в отношении России, пока не увидим перемен в ее поведении. Другие эксперты с этим не согласны, отмечая, что американская политика и санкции, введенные Конгрессом, жестче риторики Трампа. Я бы сказал, что в целом Конгресс США в лице двух партий по-прежнему очень скептически относится к любому сближению с Россией. Президент Трамп заявил журналистам, что его встреча с Путиным в Хельсинки, возможно, будет проще его встреч с союзниками США в Брюсселе и Великобритании.